МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дни Минска открываются сегодня в Санкт-Петербурге. Такое мероприятие в городе на Неве белорусская столица организует впервые. Запланировано проведение круглых столов, бизнес-форума и контакт на кооперационной бирже. Кроме того, жители северной российской столицы смогут посетить экспозицию инновационного потенциала наших предприятий, а также выставку-ярмарку товаров белорусского производства. На сегодняшний день Санкт-Петербург занимает четвертое место по объемам экспорта города Минска в Российскую Федерацию. Внешний торговый оборот по итогам 9 месяцев составил порядка 350 миллионов долларов. Мы надеемся, в частности, что бизнес-форум в рамках Дней Минска в Санкт-Петербурге поможет нашим предприятиям найти каких-то новых контрагентов, заключить дополнительные контракты и соглашения. Миссия Международного валютного фонда начала работу в Беларуси. В Минске эксперты пробудут до 19 ноября для того, чтобы обсудить экономическую политику страны. Речь идет о трехлетней программе с акцентом на структурные реформы и усиление роли частного сектора. При этом большое внимание будет уделено социальной защите населения. По словам руководителя делегации Питера Долмана, возглавляющего миссию МВФ в нашей стране, реформы помогут улучшить ситуацию в Беларуси в среднесрочной перспективе и будут способствовать увеличению среднего дохода. В ходе работы миссии запланированы встречи с ключевыми министерствами. В Минске будут решать, продолжать ли полеты в Египет. В департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникации в ближайший час планируется провести совещание по этому вопросу. Накануне белорусские специалисты были направлены в Египет для изучения ситуации с безопасностью полетов. МИД Беларуси рекомендует нашим соотечественникам отменить на ближайшее время туристические поездки на Синай. Напомню, российским авиакомпаниям временно запретили осуществлять воздушные перевозки в Египет, а туроператорам и агентствам рекомендуется воздержаться от продаж туров в этом направлении. Между тем, все чаще звучат версии о взрывном устройстве на борту аэробуса 321. По данным британского издания Sunday Times, правительство Великобритании даже знает организатора теракта. Руководство разведки Королевства полагает, что лайнер разбился из-за бомбы, которая была собрана силами экстремистов радикальной группировки «Исламское государство». Спецслужбы проверяют сотрудников отелей, где жили туристы разбившегося самолета. Уже взяты показания у 30 сотрудников и администрации аэропорта Шарм-эль-Шейх. Массовые беспорядки охватили итальянскую Балунью. Сотни демонстрантов, недовольные миграционной политикой правительства, вышли на улицы города. Изначально мирная акция вскоре переросла в ожесточенное столкновение со стражами правопорядка. Все началось, когда участники акции попытались прорвать кордоны полиции. Завязалась потасовка, в блюстителей порядка полетели дымовые шашки. Для разгона толпы полицейские вынуждены были применить светящий газ и резиновые дубинки. Несколько человек задержаны. Один из полицейских получил травмы. Тем временем в Брюсселе из-за миграционного кризиса пройдет экстренная встреча глав МВД Евросоюза. В частности, речь пойдет о способах укрепления границ и возвращения беженцев в их родные страны. Однако аналитики не ждут от встречи каких-либо практических результатов. Ведь за два месяца экстренных саммитов лидеры ЕС так и не смогли принять какие-либо принципиальные решения. До сих пор ни от одной из стран-участниц не поступили средства в бюджет на прием и расселение беженцев. Также 160 тысяч мигрантов, которых, согласно принятому ранее плану, должны были распределить между собой страны Старого Света, до сих пор так и не были размещены. В Бельгии автомобиль врезался в толпу ветеранов. Погибли два человека, десять пострадали. Состояние некоторых из них врачи оценивают как тяжелое. Инцидент произошел, когда пожилые люди направлялись на ежегодное мероприятие в память о погибших солдатах Первой и Второй мировых войн. По предварительной информации, водителю стало плохо, и он не справился с управлением. С родственниками погибших работают психологи. В американском штате Висконсин с рельсов сошли 10 цистерн, в которых перевозилась нефть. Из опасной зоны была проведена экстренная эвакуация населения. На данный момент на месте инцидента работают специалисты. Возгорание не зафиксировано. Насколько сильная произошла утечка нефти, уточняется. Отмечу, что это второй подобный случай. За последние несколько дней в субботу в этом же штате с рельсов сошли 32 вагона поезда, перевозившего технический спирт. В результате утечки значительная часть его попала в реку Миссисипи. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Желающих увидеть первые советские деньги приглашают в Полоцк. В экспозиции около сотни предметов. Денежные знаки РСФСР, билеты Госбанка, а также так называемые червонцы, казначейские билеты, разменные боны и многое другое. Ими пользовались в СССР с 1922 по 1961 годы. Стоит отметить, что многие монеты, выпущенные в период существования Советского Союза, имеют для частных коллекционеров огромную ценность. Стоят они зачастую даже больше, чем старые экземпляры. Особый интерес вызывают червонцы. Многие знают и представляют, как выглядели первые деньги советской власти. Хотя это своеобразные исторические документы тех лет. Надо сказать, что ходило в то время где-то более 2000 номиналов в обращении находилось. Поэтому в нашей коллекции мы представили деньги первые советские и до рубля 1961 года. Французские комедии, частные истории от европейских режиссеров и детские фильмы с абсолютно недетским смыслом. Минский международный кинофестиваль «Листопад» продолжает собирать полные кинозалы поклонников некоммерческого кино. Изюминкой сегодняшнего дня станет ретроспектива из «Страны восходящего солнца». К слову, за четыре дня одного из крупнейших форумов экранного искусства было показано уже порядка сотни фильмов. Идет очень интересная и примечательная ретроспектива японская. Она продлится еще несколько дней. В рамках ретроспективы показываются японские фильмы в самом возможном оригинальном формате из Японии. Нам привезли 35-миллиметровую пленку, на которой записан этот фильм. То есть это возможность погрузиться полностью в кинематограф и увидеть его таким, как его видели долгое время все зрители в Японии в частности. На этом выпуск завершен. Развитие событий расскажем в 13.30. Всего доброго.